Добрый вечер в эфире Факты Спорт Добрый вечер в Краснодаре настоящий волейбольный праздник Как ожидалось в Олимпе практически аншлаг, свободных мест нет Как всегда пришли поддержать женское волейбольное динамо много военных И они сидят, наверное, самые активные в зале Один из самых активных болельщиков Что касается самой игры, все ожидали, конечно, тяжелой борьбы Но с первого сета сразу же наши захватили инициативу И довольно легко переигрывали полячек Итоговый счет первого сета 25-18 Но могло быть и крупнее, просто наши немножко нашибались в конце партии Но, в общем-то, смогли переломить свое волнение, перебороть И все-таки выиграть эту партию в этот сет Сейчас 1-0, идет второй сет В общем-то, игра немножко подровнялась Но точно так же чувствуется преимущество наших волейболисток Как всегда очень хороша Татьяна Кошелева Которая была лидером по результативности после первого сета В общем-то, и сейчас она лидер Ведет за собой динамо И ведет за собой динамо весь зал Переполненный Олимп Наверное, с подробностями и с отсчетом уже после матча Спасибо, спасибо, Вань Спасибо, напомню, с нами на превосвязи По телефону из Олимпа был Иван Полехин Его мы услышим еще в следующем выпуске в 21.20 Но, возможно, к этому времени будет известен результат первого финального матча Кубка ЭКВ А я же, наверное, добавлю ко всему прочему Сегодня как раз женская динамо отмечает свое 69-летие 7 апреля в 1946 году появился на свет клуб Который в будущем стал лидером не только российского, но и европейского волейбола Ну а самым значимым достижением белоголубых Следует признать победу в Европейском Кубке Вызова в 2013 году И сегодня именинник может сделать первый шаг к завоеванию еще одного престижного трофея Ну, по крайней мере, мы этого ждем Ну, переходим к еще одному событию, которое проходит в эти минуты В Казани идет битва за место в тройке чемпионата России По футболу между Рубином и Краснодаром Матч 22-го тура премьер-лиги начался в 20-0-0 По Москве и к этому моменту счет 0-0 Уточню, что у Краснодара 41 балл и третье место в турнирной таблице Рубин имеет на 2 очка меньше и идет следом за горожанами Оставайтесь на телеканале Кубань24 Через час расскажем о подробностях матча А вот эту игру ждет весь край В кассах стадиона Кубань стартовала продажа билетов на Краснодарское дерби Которое состоится уже в эту субботу 11 апреля на главной краевой арене Номинальный хозяин матча Краснодар на сайте Быков Доступна продажа электронных билетов Там цена варьируется от 100 до 300 рублей Всего краснодарские клубы провели между собой 10 поединков Из которых 6 побед одержали желто-зеленый, 3 горожане и 1 матч завершился в ничью Победителя команды не выявили в последней игре, которая состоялась в декабре прошлого года Тогда, напомню, на мяч Маорисио Перейры в первом тайме желто-зеленый ответили голом Джиджа Букура В краевой столице сегодня прошел второй тур юношеского футбольного турнира памяти экстренера горожан Сергея Вахрушева В соревнованиях принимают участие 8 команд, они поделены на 2 группы Краснодар на правах хозяев выставил 2 коллектива Первая команда стартовала удачно, одержала 2 крупные победы с общим счетом 10-0 Повержены сверстники из Грозненского терека и столичного Чертанова У Краснодара 2 дела складываются пока не так удачно После победы в стартовом матче над Махачкалинским Аджи 2-0 Во второй встрече горожане уступили московскому Динамо 0-4 Но в заключительном туре группового этапа Краснодар 1 Спорит лидерство в квартете А против Казанского Рубина А вторая команда горожан встретится с Пахтакором из Ташкента Обе встречи пройдут завтра на полях клубной академии Кубанские атлеты отправились в Перу на первенство мира по тяжелой атлетике В соревнованиях среди спортсменов не старше 18 лет Примут участие три кубанских штангиста Алексей Попов из Брюховецка, он поборется за награду весовой категории до 85 килограммов Алексей Малюк из Новомышасовской будет соревноваться в весе до 62 килограммов И Николай Панайтиди выступит в тяжелом весе до 94 килограммов Всего соревнования соберут более 500 юных тяжелоатлетов Стартут мировой форум 9 апреля Продолжаем тему тяжелоатлетики Действующий победитель Кубка России из Белореченска Виктор Гетт завершил подготовку к чемпионату Европы Начинается он также 9 апреля, но только в Тбилиси Это первое крупное международное соревнование для представителя края на взрослом уровне Самых больших своих успехов Геттс добился и на юниорском уровне Однако Виктор уже на хорошем счету и по словам специалистов Должен как минимум попасть на пьедестал почета Что в прошлом году удалось сделать его товарищу по кубанской команде Армавирцу Размику Унаняну Который в этот раз на континентальный чемпионат едет в качестве запасного В одной весовой категории вместе с Геттсом до 77 килограммов Алина Гриднева завоевала две серебряные награды чемпионата и Кубка России По лыжной акробатике оба турнира прошли в Пермском крае Стоит отметить, что эти старты стали первыми для Алины После годового перерыва, связанного с травмой Возвращение в большой спорт Сочинки Можно признать очень успешным Всего в соревнованиях Краснодарский край был представлен тремя лыжными акробатами Помимо Гриднева участие в национальном чемпионате Приняли Дмитрий Чуприна и Екатерина Кирева Золотые награды завоевала Любовь Никитина из Ярославской области Продолжаем выпуск и на очереди наша традиционная рубрика «Герой недели» Напомню, что на этой неделе героя у нас два Представители сборной России по академической гребле Победители Казанского универсиада Краснодарцы Даниил Андриенко и Ростислав Дрожачих С понедельника они в нашем эфире Говорить будут о разном И вот, например, сегодня нас ждут две истории о том, как Андриенко и Дрожачих в греблю пришли Давайте послушаем Туда любил чем-то заниматься, не любил сидеть дома Ходил на борьбу, на акробатику, немного на плавание А потом как-то предложили попробовать заняться греблей родителя И я пошел в 10 лет на греблю И вот до сих пор, уже 15 лет занимаюсь Понравилось то, что занятия проходят на свежем воздухе И коллектив был хороший Общались, время проводили хорошо Ну и хотелось быть сильным и здоровым Поэтому занимался и увлекся Со временем начались соревнования Все серьезнее и серьезнее Хотелось всегда побеждать Сначала край, потом чемпионат России А теперь вот хочется уже более высоких целей достичь Чемпионат мира, Олимпиада Дома был ремонт И мне надо было куда-то, наверное, уйти Потому что вот эти строители Они долбили стены постоянно Невозможно было ничего делать абсолютно И как бы, ну, совершенно случайно в нашу школу пришел Мой первый тренер, вот, у кого до сих пор и числюсь Он пригласил, я пришел, посмотрел Мы заинтересовались, потому что был высокий Крупный, наверное, такой вот И как бы меня сразу взяли в оборот А вот ремонт закончился, ты остался, да? Ну да, ремонт закончился, я остался Было очень страшно поначалу Вода вокруг так близко Кажется, что сейчас лодка или утонет Но со временем это все так как-то привыкаешь Ну, эмоции, конечно, были такие Которые сейчас уже не испытать Сейчас уже это все привычно Садишься И волна ничто не пугает А раньше Волнительно у меня проходили первые выходы на воду Завтра грибцы о себе вновь вещать продолжат А у меня на этом все Такие новости спорта к этому моменту Но с вами не прощаюсь Увидимся уже совсем скоро В 21.20 Жду вас с у экрана До встречи Субтитры создавал DimaTorzok